Коллеги, всем доброе утро. Доброе понедельничное. Спасибо всем, кто присоединился. Давайте для начала проверим. Давайте проверим связь. Нас слышно, видно. Напишите, пожалуйста, у всех ли всё хорошо. Дяночка, доброе утро. Доброе утро, Мариночка. Дорогие друзья, я, конечно, представлю чуть попозже свою коллегу сегодня по сегодняшнему эфиру. Но раз она подключилась со мной в синхроне, это прекрасно. Я хочу представить её сразу. Со мной сегодня будет представитель компании Bright Connection Диана Махартова. Махартова можно. Махартова можно, прекрасно. В общем, Диана сегодня нам расскажет про чудеснейший отель Дольдер Гранд. Я думаю, что все, кто хоть раз бронировал или занимался. Швейцарией или вообще знает хоть немножко об этой прекрасной стране, знают про город Тюрих, знают про отель Дольдер Гранд, потому что это такая жемчужина, я бы сказала, уникальная среди не только тюрихских отелей, но и швейцарских. Но я сейчас не буду петь дифирамбы, Диана расскажет всё позже, почему мы сегодня о нём говорим, почему мы хотим его разрекламировать, представить. Вот. О чём сегодня будем говорить? У нас, конечно, тема за здоровьем в Швейцарию. Мы будем говорить о медицине. Ну, не то, чтобы мы будем оперировать какими-то терминами медицинскими, нам это не надо. Мы сделаем максимально удобно для вас понимание того, как сейчас можно заехать в Швейцарию, въехать без проблем, что для этого нужно, какие сейчас правила, что вообще, в принципе, происходит в Швейцарии, поскольку страна всё-таки не открыта, как многие думают. Она всё ещё пока закрыта на фоне других стран, которые мы можем с вами спокойно въезжать с результатами ПЦР-теста при наличии обычной туристической визы, либо при её отсутствии, если она не нужна. У нас всего лишь с вами два дня. Понятно, что поскольку Швейцария, ну, закрыта, это не массовое направление, никогда им не было, поэтому мы уделяем всего лишь два дня. Мы будем говорить об основном способе попадания сейчас в эту страну. Это медицинское приглашение. И так называемый Лесе-Посе, Entrance-Памид, называйте его как угодно, я называю его обычно разрешение на въезд. И нам помогают в этом проекте обязательно те, кто нам может помочь это разрешение на въезд сделать. Это в частности и Дольдергранд, это и Бюргеншток, который будет с нами завтра, и обязательно Шоно-Палас. Не только они, но они в большей степени. То есть, бронируя одну из этих опций, вы можете рассчитывать при наличии действующей шенгенской визы на то, что отель вам обязательно поможет с приглашением, с разрешением на въезд. Но об этом я расскажу чуть позже, не буду забегать вперёд. Просто говорим, что вы к нам присоединялись не только сегодня, но и завтра. У нас есть с вами чат, как обычно, вы можете задавать любые вопросы, которые у вас есть, и я буду на них отвечать, и Диана с радостью будет на них отвечать. Если будут какие-то супер-сверхсложные вопросы, у нас всегда есть время, пока кто-то из нас говорит, и мы обязательно на них позже ответим. Но я надеюсь, таких вопросов не будет. Ещё раз наши фотографии. Я представлюсь, кто меня не знает. Меня зовут Квардина Марина, я занимаюсь направлением Швейцария в компании по групп уже 6 лет. Мы, надеюсь, что мы делаем хорошие проекты для вас, обучающие, мы их делаем регулярно. Правда, последний раз мы увиделись где-то год назад. Но, тем не менее, мы всегда стараемся донести до вас актуальную информацию на сейчас. Я думаю, что сейчас нет ничего актуальнее, чем правила въезда-выезда, как в страну попасть, что там делать, чем там заняться. И, в принципе, зачем нашим клиентам её посещать и чем мы можем им в этом помочь. Хотела в целом начать с того, что если вы видели такую таблицу, была во время ещё прошлого года, когда пандемия закатывалась вроде бы как к концу, когда потихоньку снимались ограничения. И была такая некая таблица из всех стран мира, где каждая страна занимала свою позицию в плане того, как она вышла из ковида, как она прошла этот период пандемии, что там происходило. Была некая статистика. И вот Швейцария всегда занимает номер один. Она в самом верху этой таблицы, она выглядит как пирамида. И всегда вверху Швейцария, потому что здесь было... В целом, да, не смотрим, конечно, на случаи заражения. Население не такое большое в Швейцарии. Мы смотрим на процесс и на цифры выздоровевших людей, на летальность, что говорит о том, что уровень медицины в Швейцарии всегда был, есть и будет, я думаю, всегда на самом высоком уровне. Процесс восстановления после того, как вы уже переболели ковидом, здесь тоже можно организовать наилучшим способом. И каждый из наших партнеров, который будет принимать участие в нашем таком двухдневном оздоровительном марафоне, в этом может помочь. И можно сюда приехать подлечиться с нашим разрешением на въезд, скажем так. Скажем еще одну важную вещь, что мы с вами уже закончили, понятно, зимний сезон. Но Швейцария была единственной страной зимой, в зимнее время, где были открыты горнолыжные курорты. То есть нельзя было кататься ни во Франции, ни в Италии, ни в Австрии. Не было никакой возможности никуда поехать. Отели не работали. Так вот в Швейцарии все было в порядке. Можно было и кататься, можно было спокойно оздоравливаться на швейцарских горнолыжных курортах, что тоже было большим плюсом. Это был такой островок надежды среди всех европейских стран, куда можно было с разрешением или с необходимым другим документом попасть и не быть как в локдауне, не быть скованным. Да, были определенные меры, ограничения. Сейчас они потихоньку снимаются. Вот я вам привела на самом деле последние нововведения, они были от 31 мая. Сегодня, 28 июня, понятно, уже новые. Я могу вам немножечко такой спойлер закинуть на то, что будет оглашено или уже было оглашено так, что будет с сегодняшнего дня. Но тем не менее, это страна, где вы уже будете чувствовать себя на самом деле как будто бы на отдыхе, потому что полностью открыты рестораны и бары. Уже можно спокойно и внутри находиться при определенном проценте заполняемости внутреннего помещения. Эти террасы уже открыты давно. Спа и велнес. То есть это тоже большой плюс, потому что теперь, поехав в один из спа-отелей, коим также является Дольдер, у вас нет никаких ограничений. Вы можете спокойно заходить, пользоваться всеми его сервисами. Диана тоже попозже об этом расскажет. Частные встречи и собрания. Но это больше для тех, кто может быть хочет какое-то мероприятие организовать в Швейцарии. Ну и потихоньку вот такие общие меры, я имею в виду такие более для жителей, да, по удаленке, с вакцинированными, вот своя история. Швейцарцы очень активно вакцинируются, им очень нравится вакцинироваться. Они об этом с трепетом говорили еще с прошлого года, они записываются, что не за полгода вперед. Поэтому они такие добропорядочные граждане. И к всему моменту все швейцарцы, которых я знаю, они уже все практически привиты. Что происходит с сегодняшнего дня, это важная тема для тех, у кого есть граждане, привитые не спутником. Объясню почему. Потому что с 28 июня, то есть сегодня, Швейцария открывает свои границы для туристов из нешенгенских стран с сертификатом о вакцинации. Но поскольку мы помним с вами, что спутник еще официально не принят ЕС, то он у нас немножко с вами пока не вписывается. Но этого мы ждем. Надеюсь, что к июлю, может быть, в середине-концу июля ситуация немножечко прояснится. Пока для нас все остается неизменным. Мы действуем так же, как мы действовали все это время, через разрешение на въезд. Вот, отталкиваемся от этого. Но вдруг у кого-то есть туристы, которые привились, не знаю, Pfizer или какой-то другой вакциной, у которых двойное гражданство, они поняли. То есть эту информацию можно держать в уме, что теперь, в принципе, с туристическими и деловыми целями, то есть без любого приглашения, при наличии такого документа о вакцинации, можно спокойно в Швейцарию ехать. Правила въезда, для тех, кто не знает, в принципе, с октября прошлого года для нас карантина нет. Поэтому, вне зависимости от того, с какой целью вы въедете, вам не нужно пересиживать нигде карантин. Обязательно нужно разрешение на въезд при наличии действующей шенгенской визы. Объясню, почему. Понятно, что можно сделать, посольство работает, можно сделать швейцарскую визу. Строго под срок поездки, в принципе, как всегда это было. Но сейчас консульство в основном работает на визы категории D, это обучение, это какая-то долгосрочная работа, либо медицинская виза, краткосрочная. Для того, чтобы ее получить, нужно собрать достаточно веский пакет документов, обосновать, почему вам кровь из носа, сейчас нужно встать и поехать в Швейцарию. Для этого вам нужно сделать визу. Поэтому, в принципе, как я всем рекомендую, если визы нет, то сейчас уже открыты определенные консульства. Ну, понятно, что это не очень такой правильный путь въезда, открытия визы в другой стране, но, тем не менее, сейчас никто особо на это не смотрит. Все понимают реалии того, что сегодня вы забронировали, завтра вы аннулировали, завтра что-то еще пошло не так. И вы вот со своей вот этой вот визой открытой или не открытой сидите, и вам что-то нужно делать. Столько что-то, вот то, что как раз я говорю, да, с открытой итальянской еще не отъезжены визы. Сейчас и вообще вот в последнее время того, что происходит, когда закрыты были все и визовые центры, и посольства, в принципе, на границе, никто особо не смотрит, открыта у вас виза или нет. Все понимают, что да, у вас может быть виза, вы бы каким-то причинам не смогли поехать. Что-то отменилось, что-то аннулировалось, были введены какие-то меры, не знаю, что-то пошло не так. У вас эта виза на руках, а главное, чтобы она была, потому что проблема ее открыть именно под швейцарцев. Если она у вас уже есть, можно спокойно запрашивать Лесе-Пассе, разрешение на въезд при наличии приглашения от клиники. Обязательно ПЦР не старше 72 часов, понятно, и нужно будет заполнить онлайн-форму перед вылетом. Там буквально данные о вас, немножко о туристах, я имею в виду, где живут, что как, где будут размещаться в Швейцарии, они получают QR-код, с этим QR-кодом производится посадка на рейс, это должен быть прямой рейс. До Швейцарии. Так, переходим дальше, здесь пока все понятно. Кстати, по-моему, тут вопрос был про граждан Беларуси, для граждан Беларуси, насколько я знаю, по последнему, для граждан Украины, но это я еще переуточню, по-моему, были сняты тоже все ограничения, все карантины, теперь они тоже спокойно могут беспрепятственно въезжать на территорию Швейцарии. По Украине точно, по Беларуси я еще уточню, я вам обязательно отвечу. Что такое Лесе-Пассе? Все знают этот Лесе-Пассе, как его только уже не обзывали, всеми возможными способами. По-другому, опять же, повторюсь по-русски, это разрешение на въезд. Без него вы не въедете никак, вне зависимости от того, какая у вас виза, швейцарская или любая другая шенгенская виза другой страны, без разрешения на въезд вас просто не пустят на рейс здесь и не пустят, соответственно, там. На основании чего выдается Лесе-Пассе? Обязательно должно быть приглашение от врача, от клиники какой-то, что вы едете, у вас срочная цель визита, поэтому тут никак приглашение от медицинского учреждения нам не обойти. Обязательно должно быть за подписью врача, с датой указания, когда вы будете посещать данного врача, с вашим диагнозом, и чем он будет подробнее, тем на самом деле лучше. Поэтому я всегда при получении любого запроса от агента, либо от кого-то еще, я всегда говорю, что нужно подготовить справки, которые у вас есть. Я не говорю, что это должна быть прям жуткая причина болезни или жуткая болезнь, но чем более подробно будет какая-то анамнез по туристу по конкретному, тем проще врачу будет составить такое приглашение, потому что для швейцарцев сейчас уже по прошествии времени просто обследование, обследование такое теоретическое, состояние вашего организма, состояние вашего здоровья не является достаточно веской причиной, чтобы выдать разрешение на въезд. Они будут, скорее всего, и так и делают, запрашивают какие-то медицинские документы, чем вы болели, что было, ковид, пускай будет указано, что ковид. То есть чем более детально это будет прописано, тем больше вероятность получения этого разрешения на въезд. У нас за всю эту историю, пока мы работали в таких условиях, у нас не было еще ни одного отказа. То есть посольство, я лично отправляю документы на разрешение на въезд, посольство довольно лояльно. Если им что-то не нравится или им кажется информацией недостаточной для выдачи разрешения на въезд, они мне пишут, Марин, не хватает того-то, того-то, приложи, пожалуйста, справки, приложи, пожалуйста, такой-то документ, такой. У нас были клиенты буквально на той неделе как раз с паспортами, гражданин Украины, гражданин Белоруссии, но они летели из Москвы. И у меня просто дозапросили, чтобы вы имели в виду, если кто-то, граждане третьих стран, ну в частности, живут в России, в Москве, отсюда вылетают, то посольство дозапрашивает регистрацию. То есть где они проживают в Москве, без этого документа они не выдают. Как только мы приложили все официальные документы, где они проживают, на данный момент регистрацию, спокойно в течение часа мы разрешение на въезд получили. По поводу того, кому в паре нужно иметь, сейчас тоже расскажу. Значит, на данный момент, самый простой случай, если вы один, понятно, вам одному вы больны, ну условно, вам нужно поехать. Если вас двое, вы пара, вы семья, у вас одинаковая фамилия, желательно, чтобы она была одинаковая, вы состоите в браке, тогда один из вас может сопровождать другого. Это тоже простой кейс. То есть видно, что фамилии одинаковые, кто-то кого-то сопровождает, либо муж-жену, либо наоборот, либо, например, мама-дочку, дочка-маму, ну там, вот в таком, родственные должны быть тесные связи, чтобы было видно, что вы едете вместе, и вот как бы второй человек сопровождает. Если появляется ребенок несовершеннолетний, в придачу к двум, например, два родителя, один ребенок, это чуть сложнее, но, тем не менее, так еще можно сделать. Но тогда, скорее всего, нужно будет делать разрешение на въезд либо ребенку, и его сопровождают два родителя, либо это будет два родителя, которым не с кем оставить ребенка. То есть, объясню, нужно веское обоснование, почему ребенок не может остаться один дома, почему вы его с собой берете, то есть что там нет бабушек, дедушек, няни и так далее. Если оба родителя, грубо говоря, имеют приглашение и разрешение на въезд, то понятно, что ребенок заходит с ними, два родителя отсутствуют, с ними едет ребенок. Если это просто ребенок, то два родителя как будто бы вот с ним, за ним наблюдают и вот как бы о нем заботятся, его сопровождают. То есть это возможно, но если вы пара, и вы не в браке, у вас разные фамилии, то оформляется на каждого, соответственно, это как бы double price, умножаем на два. Вот. Если тут еще есть какие-то вопросы, задавайте. Я потихоньку буду идти дальше. Как я уже сказала, на основании чего? На основании приглашения от врача. Поэтому, если у вас есть приглашение от врача, опять же, здесь важный момент. Вы меня часто спрашиваете, какие отели помогают с разрешением на въезд. Никакие отели. Я имею в виду, что отель сам по себе не имеет права выдавать вам приглашение какое-то или писать, запрашивать разрешение на въезд. Это может делать только медицинская организация. Поэтому вот отели молодцы, которые сотрудничают с медицинскими центрами, как, например, Дольдергранд, либо отели, у которых есть свой медицинский центр, как Бюргеншток, да, есть свой врач, либо как Шино у них есть там, да, свои врачи, они тоже имеют сертификат на это. Либо любая другая клиника, отель, который работает с клиникой, вот для этого отеля, для его туристов, это все равно делает какой-то конкретный врач, какая-то конкретная медицинская организация. Поэтому нужно в любом случае держать это в голове, что какой-то вот, ну, из ниоткуда там отель вам это сделать не сможет. Кто-то просто не хочет с этим заморачиваться, кто-то не понимает вообще, что это такое, на самом деле, к моему удивлению, даже спустя практически год с того, как все это началось. Но вот я ценю тех, кто включился в историю, особенно для русского рынка, да, украинского, белорусского, для Казахстана в том числе, и занялся вот этими вопросами выдачи сотрудничества с клиниками. Значит, что теперь касается, вот вы хотите забронировать. Многие удивляются такому моменту. Почему нужно внести стопроцентную предоплату? Я вам объясню. Работа врача и работа вообще колоссальная происходит, потому что мы высылаем ваши справки, мы их сами переводим, либо не переводим в зависимости от наличия, отсутствия там русскоговорящего персонала в отеле, в центре и так далее. Вносится стопроцентная предоплата. Если что, мы всегда прописываем по каждому конкретному случаю, например, если вдруг отказано в разрешении на въезд, то отель сумму возвращает. Как правило, это все-таки возврат. Но предварительно мы должны заплатить, чтобы отель видел. Наши туристы любят как? А, не надо платить? А, ну тогда окей, тогда я не буду ничего платить, пока я не получу разрешение на въезд. А, я получил разрешение на въезд? Ну, может быть, заплачу. Может быть, попозже. Ну, вот начинается вот это. То есть мы с вами состоим в партнерстве, нам идут навстречу отели, нам идут навстречу врачи, медицинские центры и так далее. Поэтому мы при всем уважении относимся к им, мы полностью предоплачиваем этим, мы говорим о том, что клиент на самом деле хочет ехать, он настроен. После этого начинается вестись работа, составляются медицинские документы, отправляется приглашение, это тоже все время врача. Когда он получает разрешение на въезд, вот все здорово. Если вдруг он его не получает, дальше мы уже смотрим, что мы можем снять, аннулировать, и как нам вообще быть в данной конкретной ситуации. Опять же скажу, у нас такого пока не было, у нас не было случаев отказа еще ни разу. Бывали ли случаи, когда после получения хотели поехать в другой отель? Бывали. Но не ехали. Но не ехали. Да, бывали такие случаи, но слушайте, это стопроцентный штраф сразу. Если вы под конкретный отель получили лисе-посе, то вы можете не ехать, но отель вас удерживает сто процентов. Опять же, понимаете, здесь вопрос, я говорю, уважение к труду всех участников. То есть нам нужна определенная услуга, нашим клиентам нужно въехать, нам в этом помогают отели. Они включаются в эту историю, они этим тоже занимаются. Это непростая история. Многим кажется, что это просто взял, отправил какую-то справку, приложил, запульнул и так далее. Вот если вы хоть раз пройдете через эту процедуру, вы поймете, что это нервы, это время, это нужно все правильно сделать, составить, получить. Это процесс до, процесс во время, процесс после. Это время, это труд. И он сейчас нелегкий. Возражением, да, хитреньких туристов, я поэтому говорю, для хитреньких туристов придумана стопроцентная предоплата. И в случае получения лисе-посе, мы их же видим, мы его сами в первую очередь получаем, мы видим. Если вы его получили, вы можете не ехать в отель, но просто отель удерживает с вас стопроцентную сумму. Но, опять же, объясню другую историю. Например, Бюргенсток. Завтра, я думаю, Марина об этом тоже скажет, сто процентов. Была от нее такая информация, что если вдруг вы не заезжаете, а отель, например, отчитывается о том, что клиенты должны у них проходить программу, потому что в Бюргенсток, в случае с ним, вы едете конкретно к ним. Это их медицинский центр, и вы там проходите всю программу. Если вдруг вы не заезжаете, то они предоставляют об этих туристах информацию и на границе, и в посольство. И потом у хитреньких туристов очень серьезненькие проблемы могут возникнуть. Не только со Швейцарией, а вообще, в принципе, с тем, как они пересекают границу, насколько они допропорядочные граждане и так далее. Поэтому просто говорите о том, что швейцарцы в большинстве своем они очень ответственные ребята, они блюдут закон. Все правила, которые им говорят, надо сказать, да, мы скажем. Это не называется настучать, это называется доложить и предупредить о том, что, ой, турист куда-то запропастился, может быть, он болен, а может быть, он уходит заразу, распространяет где-то. Вот с этой точки зрения. Поэтому, дабы не было проблем, нужно заранее либо предупреждать, что произошло, да, чтобы все были в курсе, но лучше просто так не делать. Да, но есть такой момент, что отели, в частности, Бургнешток, они могут сделать приглашение на длительный период, там, до трех недель. Но в пределах адеквата, то есть в пределах идеи, что человек идет лечиться, да, там, не больше двух месяцев, там, но около двух-трех недель. Вот. И потом клиент может поехать куда-нибудь еще, в Швейцарии. В принципе, это, ну, как бы нормально. Да, то есть, Диана, спасибо тебе большое. Как раз хотела сказать, вот как выглядит лизе-пассе. Я сюда, ну, к сожалению, не приложила. Ладно, я, может быть, завтрашний включу презентацию. Лизе-пассе – это не то, что вот либо вы ехали сегодня, либо никогда. Это документ, в котором прописана фамилия, имя, номер паспорта, дата рождения, как правило, клиента, в котором оно выдается. И дальше прописана дата, до которой им нужно, они могут въехать в Швейцарию. То есть, например, у вас встреча с врачом вот сегодня, 28 июня, они могут дать вам, например, до середины июля. Ну, мало ли, вот у вас что-то отменилось, аннулировалось. То есть, в принципе, есть какой-то люфт по времени. Если вдруг у вас что-то перенеслось, вы можете заехать до 15 июля. Либо вы можете сейчас заехать, выехать, и потом заехать снова по этому разрешению на въезд. То есть, это не, ну, но зависит, опять же, от того, насколько вам его дали. То есть, Бюргеншток, спасибо ему за это большое, они закладывают, они могут просить до когда. То есть, за дел какой-то дать. И тогда у вас лисе-посе, в принципе, действует там еще несколько месяцев, и вы за него второй раз не переплачиваете. Иногда они дают впритык. У меня были случаи, когда они дали в том году вплоть, там, не знаю, до полгода вперед людям. Ну, то есть, тут непонятна их логика. Они могут дать, могут не дать, но у него есть срок до когда. То есть, это не то, что, ой, он просрочился, сегодня я не въеду, все, мне нужен новый. Слава Богу, нет. И вот здесь, опять же, я прописала про сопровождающего. Еще раз, на всякий случай, чтобы у вас это было перед глазами, это я уже все проговорила. То есть, желательно быть членами семьи. Сейчас очень много спрашивают про 2 плюс 2. 2 плюс 2, имеется в виду 2 взрослых, 2 ребенка. На самом деле, это сложная история, честно скажу. Вероятность опрува всем очень низкая, потому что фактически на каждого, получается, нужно иметь вескую причину. То есть, все болеют, ну, грубо говоря. Вот. Поэтому, на самом деле, кейсы все индивидуальные. Я стараюсь в каждый вникнуть, когда вы присылаете, там, вот у нас так, у нас так. Есть разные пути въезда, у них есть своя цена. Поэтому с каждым, не буду рассказывать здесь, цена от, до. Невозможно сказать, потому что каждый раз, в принципе, все рассчитывается под каждую индивидуальную историю. Вот касательно детей, как раз, почему тяжело в плане детей. Если хотя бы дети несовершеннолетние, тут еще можно понять, что вы едете с детьми, вам не с кем их оставить, они с вами. Либо можно сделать приглашение на ребенка, когда с ним едут родители. Но бывают дети, которые старше уже, там, например, 14 лет, это, там, или 16, прям вообще. Это считается, что как бы взрослый ребенок, он может уже самостоятельно оставаться без вас. И, ну, понятно, что если на него приглашение, то вы с ним все равно, конечно, едете. Но, опять же, повторюсь, то есть если у вас семья, будьте готовы, не обещайте, что это будет суперлегко, потому что буквально вот пару недель назад, в том же случае, понятно, что вы обращаетесь в разные компании. Не так много компаний, которые занимаются Швейцарией, которые могут это сделать. Агентство сначала позвонило мне. Я рассказала, как я работаю. Я работаю довольно скрупулезно над такими вопросами. Говорю, я очень тщательно отношусь к вопросам разрешения на въезд. Я все делаю четко, и поэтому, наверное, у меня еще ни разу не было никаких отказов. То есть я делаю все правильно, я перестраховываюсь. Это может занимать чуть больше времени, но как бы я действую согласно своей схеме. В тот же день агентство позвонило в другой туроператор, не будем называть имен, где ему сказали, там было при чем, там была семья, все взрослые, то есть детям уже там к 20. И вот их четверо, они хотят залететь, в Швейцарию в смысле. И, значит, им другой туроператор говорит, да вообще не вопрос, вообще всех четверых впишем в одно приглашение, ребята, все будет окей. И дальше перезваниваются опять мне, и мне начинают шантажировать тем, что я, ну, Марина, вы, наверное, не знаете, может быть, всех можно вписать в одно. Я говорю, можно. Можно всех вписать в одно, а вообще можно хоть 10 человек затолкать в одно и просить дать, просто никому не дадут. Вот и все. Поэтому, опять же, если вы готовы идти на риски вписать четверых здоровых, здоровых, имеется в виду взрослых людей в одно приглашение, пожалуйста, если кто-то гарантирует вам что-то с этим, пожалуйста, обращайтесь туда. Я работаю немножко по-другому, и я стопроцентной гарантии в таком случае я не даю. Вот опять же про стоимость Лисе-Пассе. Лисе-Пассе, если мы, например, говорим о Бюргенштоке, о Шино, Дольдер Грант, у которого есть своя программа, Диана про нее буквально через пару минут расскажет. Если вы берете эту программу, если вы останавливаетесь там, проходите какой-то курс, Лисе-Пассе не стоит нисколько, то есть нет сверху какого-то конкретного сбора. Вы, соответственно, вы платите за размещение в отеле, вы платите за программу, все, больше вы ничего не платите. Лисе-Пассе оформляется бесплатно. Есть другие случаи, когда вы в какую-то конкретную клинику заезжаете, у вас отдельно вообще размещение, у вас чисто вот сбор больницы за, ну, клиники, не будем больницы называть, клиники за то, что у вас встреча назначена, у вас прием, там может быть какая-то цена. Конкретной цены фикс нет. Есть диапазон от до, он может быть огромным. Я видела прайсы, но это понятно с конкретной программой лечения. То есть просто так никто Лисе-Пассе не наштампует. То есть конкретно у самого Лисе-Пассе цены нет. Есть цена медицинской программы, чекапа, либо там назначенной встречи, проплаченной с врачом. Вот это будет правильнее сказать. Сроки изготовления. Обычно, ну, вот пишут 72 часа. Тут же Бюрген, что, как правило, ну, здесь закладывается время с момента, когда я высылаю ваши медицинские документы. Вот мы сделали бронь, и вот с этого момента отсчитывается 72 часа. Я рекомендую отсчитывать, ну, хотя бы закладывать неделю. Объясню еще почему. Слишком заранее делать я не рекомендую. У меня был случай, за три недели туристка, вот мы ее подавали. Мне задали вопрос, почему так рано? Значит, нет срочности для того, чтобы, как бы, туристка ехала и проходила лечение. Тут уже, как бы, понятно, можно оправдать. Я включаю, что, ну, вот вы знаете, туристам нужно планировать, вот она еще пока лечится здесь, ей нужно понимать, может ли она пролечиться там, ее встретить врач. Это все понятно. Но желательно, ну, не раньше, чем за 10 дней хотя бы это делать. В идеале за 5. Последние несколько недель у меня были впритык, например, заезд в пятницу, я отправляю разрешение на въезд в четверг. Ну, и в тот же день, как правило, их получаю. То есть здесь основное время занимает отправить ваши документы в отель, в клинику и так далее, составить на него приглашение, и дальше, как только эти документы у меня есть, в принципе, в течение суток, если там это уже с утра не у меня есть, я получаю разрешение на въезд. Вот плюс-минус так. И опять же, хочу разделить медицинский туризм, оздоровление и спа. То есть те партнеры, которые имеют возможность пригласить вас под программу чекапа, как это делает Бюргеншток, детокса, как это делает Бюргеншток и шино, или вообще в целом обследование организма, какого-то восстановления. Это не значит, что это могут делать все, что если вы купили какой-то чекап, под него вам сделают сразу же приглашение. Это не так. То есть оздоровление, а это мы называем все-таки больше оздоровлением, там просто почилить в спа, восстановиться, это не веская причина для въезда. Веская причина для въезда это какая-то болезнь, какой-то диагноз, который мы должны передать врачу. Если после получения лице-пассе надо еще подать на визу броневотеля... Смотрите, вы... Вот еще такой момент. Чтобы подать документы на лице-пассе, нужно ксерокопия паспорта, где лицо туриста, действующая виза. Без визы, ну, можно отправить без, но вообще они рассматривают только уже при наличии визы эти документы. Три документа. И приглашение врача. Это все оформляется в один документ и отправляется в посольство. То есть желательно, чтобы к моменту запроса лице-пассе виза уже была. Когда вы подаетесь на визу, вам не нужно лице-пассе, потому что вам нужен другой пакет документов. Это приглашение, это подтверждение вашего перелета, сколько вы там по времени будете. Можно заложить какой-то там временной отрезок. Понятно, что это медицина, не то, что вы приехали-уехали. Но процедура будет другая. Сначала виза, потом лице-пассе. Не наоборот. И давайте, я уже, мне кажется, так много наговорила всего. Надеюсь, это было понятно, доступно. Если нет, задавайте вопросы. В основном медицинские центры. Мы сегодня говорим о городах. Я отдаю предпочтение двум главным городам. Это Тюрих и Женева, где находятся основные медицинские центры. И сегодня мы с вами откатываемся все-таки на Тюрих, акцентируемся на нем. Акцентируемся на отеле Дольдер Гранд, который работает с конкретным медицинским центром, с очень хорошим врачом. Диана сейчас про него тоже все расскажет, покажет, все сделает. Я напоследок, я уже так увлеклась, уже сто лет с вами не была в прямом эфире, покажу одно видео. Вы знаете, я люблю швейцарские видео, промо, которые они делают. Раньше у нас были два старичка всегда в эфире. Сегодня у нас в эфире Роджер Федерер и Роберт Де Ниро, который лишний раз вам напомнит, что такое отдыхать в Швейцарии. Давайте посмотрим. Роджер Федерер, покажу вам, Горд. Роджер, я имею в виду, его мануне, его скейки, росит, его замечательные городы, его брилине. Нет драма, нет драма, нет драма. Роджер, но ты видишь Продолжение следует... 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 Мне нужен номер, на балконе сидит какая-то скульптура-ангелочка, а там она вот такая вот маленькая, мы ее в темотеле искали. А больше человеку важно, чтобы сидела скульптура. Ну конечно, должны какие-то быть вещи, да, неизменные. Ну, тем не менее, да, в общем, мы в Москве, легко доступны, звоните, пишите, если что. И я думаю, что Доллер, в принципе, знают очень хорошо. Мы его представляем уже лет, наверное, 11, с момента его открытия после глобальной реновации, которая была завершена в 2008 году. Это был один из самых глобальных проектов по реновации, потому что отель полностью перестраивали, восстанавливали историческое здание и строили два крыла. Я сейчас покажу, как это сейчас выглядит. Но вообще отель исторический, такой вот один из символов Цуриха, легендарный отель. Он был построен еще в позапрошлом столетии, то есть такое вот знаковое место, где отдыхала элита из Швейцарии, Германии. Ну и сейчас он выглядит так. Это настоящий городской курорт, то есть отель себя позиционирует как городской курорт, хотя он находится в черте города, но в таком очень приятном, роскошном парке недалеко от центра. То есть он позволяет считать возможности релакса, курорта, плюс близости к центру. На машине это минут 10, максимум 15, если бывает какой-то небывалый затор в Цурихе, которого обычно нет. Ну то есть все комфортно, и транспорт прекрасно работает в Швейцарии. Например, от аэропорта до города можно добраться за 8 минут на поезде. То есть там от отеля до центра города ходит фуникулер. Много вариантов. Ну и он так расположен как бы на выезде из города недалеко от аэропорта. Опять-таки там это минут 15 на машине. То есть ну можно комбинировать, прилетая, например, в Цурих. А в Цурих ты прилетаешь. Да. Ну то есть если ты прилетаешь куда-то, ты прилетаешь в Цурих. Или в Женеву. И можно скомбинировать Цурих, отдых в отеле с другими направлениями. Например, там горнолыжка и отдых на озерах, хайкинг, трекинг, все что угодно. Поэтому у нас такая частая история, когда приезжают на 3 дня, отдыхают 2-3 дня, ходят в потрясающий спа, гуляют по Бахо-штрассе, по набережной. И затем уже отчаливают куда-нибудь дальше. Вот. Поэтому, да, по, так скажем, медицине Марина, мне кажется, все рассказала подробно. Но не будем забывать, что все-таки люди, приезжающие в Швейцарию, хоть и вкусили прелесть медицинского уровня, медицинского обслуживания. У нас в Брюгенштоке повторные гости, которые влюбились в доктора, доверяют ей полностью, приезжают снова на обследование. То есть да, это все очень хорошо. И прекрасно работает. Но, тем не менее, многие, конечно, приезжают, чтобы просто отдыхать. И берут такой какой-то базовый чекап для того, чтобы не платить за двухнедельный детокс. Не всем это нужно. А именно пройти такую диагностику состояния организма, быструю, двухдневную, это, как бы, большая польза, плюс возможность проникнуть, да, проехать в Швейцарию. Как бы не будем этого скрывать. Ну вот, да, это работает все с конца августа прошлого года, когда отменили снова карантин. Летает регулярка до Цуриха, Свиз, уже не было, летает Арафлот. И из Питера, из Москвы, то есть без каких-то сюрпризов, без диких там задержек, отмен и так далее. Все комфортно. Да, ну и вот так выглядит курорт. В центре здание историческое, которое было полностью реновировано. Это проект Нормана Фостера, знаменитого архитектора из Англии. Вот вы знаете, пуля в Лондоне, такой вот дом футуристический. Это вот тоже он. Ну и два крыла, которые обрамляют здание историческое, они появились после глобальной реновации отеля. И здесь представлены номера в таком более современном виде, стиле. И панорамные окна от пола до потолка во всех номерах начинают категорию Double Superior. То есть там все более высокие категории Junior Suit, Suit. Естественно, они с фронтальным видом на Цурихское озеро, на Цурих, на Альпы. И вид открывается просто сумасшедший. Да, добраться до центра можно на таком прекрасном шаттле, который ходит каждый час до Баховштрассы. Также ходит фуникулер. Конечная станция была достроена до отеля. То есть вы выходите там, стоите на такой вот компактной остановочке под крышей отеля фактически. И он ходит каждые 7 минут и спускается до центра за 5 минут. То есть это прям вот просто не нужно на самом деле там бронировать трансферы, такси. Все максимально адекватно, просто, комфортно. Да, ну и такой еще есть интересный сервис. У них есть несколько машин, которые они дают в аренду бесплатно гостям. И нужно только подойти к консьержу, сказать, пожалуйста, если машина свободна, то как бы они дают ключи. И можно кататься. Главное вернуть до 12 часов ночи. Ну и, конечно, электронные велосипеды. То есть, ну, все, что нужно для спорта. Они стараются приобщить людей к активному образу жизни. У них и какие-то есть групповые тренировки на свежем воздухе, бег. Такая была, ну, и сейчас тоже есть программа, когда ты бежишь с тренером по городу. И он тебе еще и рассказывает про какие-то вот интересные здания. Еще и гид. Беговая, да, беговая экскурсия. Ну и, заходя уже, да, внутрь отеля, это лобби исторического здания. Здесь, конечно, много было, ну, сохранено. Вот личные пролеты. Во многих номерах это фрески настоящие, роспись, ручная стен. Ну и, конечно, такое сочетание, как бы, классики и современного стиля. Очень наглядно здесь прослеживается. Отель в целом современный. И, например, вот слева, да, это лобби. Потолок деревянный, он был найден в процессе реновации под слоем краски, который просто сняли, расковыряли. Ну и, конечно, такие детали они старались восстановить и сохранить. При этом справа 10-митровое полотно Инди Ворхола над ресепшн висит. И в отеле представлена такая уникальная коллекция искусства. Это частная коллекция владельца отеля. Он ее, как бы, вот отдал на радость гостям. И там это все оригиналы, картин, скульптуры. Хуан Миро, Генри Мур. При входе в ресторан висит оригинал Дали. То есть люди, ну, не верят, но это правда. Никому не говорите, о чем ты сказала оригинал. Но это действительно просто такая серьезная коллекция. И они могут посоперничать с Кунстхаус-музеем в Цурихе, который периодически приводит экспозиции импрессионистов. Но, в общем, можно культурно обогатиться, не входя за пределы отеля. Они дают iPad с специальной программой. Можно выбрать интересующие арт-объекты и такую экскурсию совершить по отелю. Это, на самом деле, очень круто. Вот такой там сидит человек бездомный, homeless. Это тоже арт-объект. Сначала все просто пугаются. Да, ну, вот несколько кадров искусства, представленного в отеле. Ну и, продвигаясь дальше, вот разница номеров в том, что в главном здании они такие более классические. Это современная классика, без каких-то там золотых унитазов, деревянные полы, все там чисто, свежо. Но, как бы здесь из-за того, что конфигурация номеров осталась прежней, да, в целом там окна стандартные, где-то есть выход на балкон, вот, такие вот сьюты с фресками. Но при этом в крыльях, в спа и гольф-крыле номера более современные, с такими невероятными окнами, и вы просто вот как будто живете на природе. Эти все двери, окна раздвигаются, вы выходите на огромную террасу и просто на ней живете. То есть, если говорят, какой лучше, да, клиенты могут выбирать в моменте бронирования, какой стилем ближе, и отель подтверждает сразу. Но некоторые, как бы, не понимают, все-таки что взять, но мы всегда рекомендуем вот эти жуниор-суиты, это прям такая визитная карточка отеля, они всем безумно нравятся. И, да, просто в ней хочется остаться и жить. В этом же номере такие ванны, тоже с видом на Альпы. Ну и, конечно, есть дизайнерские номера, это топ-суиты, их всего четыре. Один из них, Суит 100, такой вот необычный концептуальный номер. Он был назван в честь клуба 100 в Лондоне, где впервые Rolling Stones дебютировали. Они жили в отеле, ну и такая вот легенда, история сохранилась, что вроде как вот они вот жаловались, что им там светло, хотят отсыпаться после концертов. И как идею, да, взяли, такой вот создали номер в рок-стиле, там ванна в стиле гримерки. Ну и везде висят гитары с их автографами. То есть это прямо вот для любителей, ценителей. Кареца Суит в честь швейцарского скульптора Альберта Джекаметти. Один из самых вообще красивых, любимых мною милеров, топ-суитов. Он потрясающий. Ну и, конечно, маэстро Суит, самый большой Суит, который занимает главную башенку исторического здания. Он двухуровневый, это все деревянные балки, оставшиеся с позапрошлого века, отреставрированные. То есть это прямо такой топ-ов-де-топ, огромный номер. Ну и наш знаменитый ресторан, так и называется The Restaurant, легко запомнить, у ресторана 2 звезды Мишлен и 19 баллов Гиде Гомио. Это самый высоко оцененный ресторан при отеле в Цюрихе. Поэтому, если ваши гости живут в другом отеле прекрасном каком-нибудь в Цюрихе и хотят красиво поужинать, то можно их сюда привезти. Очень часто бывает, что в следующий приезд клиенты выбирают проживать. Уже живут в другом отеле. Да, потому что вроде кажется, что он далеко, как вот пробраться, хочется выйти на Банковштрасс. На самом деле, когда мы ездим с фантрипом, люди просто говорят, ну все, мы погуляли, мы очень хотим спа. Ну, то есть там реально вот отдыхается очень хорошо и красиво. Второй ресторан, где проходят завтраки, обеды и ужины с очень красивой террасой, тоже с видом на Цюрих. Ну и, конечно же, спа. Огромная площадь. Ну, как бы там понятно, что есть больше спа, там в Бургерштоке, например. Здесь площадь 4000 метров, но очень продуманный дизайн. То есть там буквально за каждым уголком какие-то невероятно интересные зоны для релаксации. Там коконы висят, такие вот, в которые ты садишься, натягиваешь наушники, отдыхаешь, медитируешь и так далее. Отдельные зоны для мужчин, для женщин, такие нудистские зоны, где большое количество разных саун, хамамов, ванны с ароматерапией. То есть просто вот, ну, на целый день зайти и отдыхать. Это очень интересный проект, который объединяет швейцарские традиции и японские традиции. Его создавала Сильва Сипиел, известный спа-архитектор. И такие вот ванны Сунабура, тоже одна из самых, наверное, узнаваемых фотографий Дольдера. Это ванны, наполненные черной галькой, которая была привезена с пляжа Сунабура из Японии. Эти камешки обладают таким вот эффектом стон-терапии. Напротив снежной грот вы охладились, залезли вот в ванну, то есть просто вот... Да. Но вот еще одно место силы. На самом деле, когда вот люди приезжают впервые в Дольдер, они просто в шоке, потому что кажется, что такой отель в городе, ну, очень красивый, потрясающий, невероятный. Ну и вот спа с джакузи, которые работают и зимой, и летом. Летом это, конечно, просто вот курорт, шезлонги, отдых полноценный. А зимой с бокалом шампанского сидят в джакузи, греются, в общем, тоже очень приятно. Ты знаешь, я вглядываюсь, прости, вот в предыдущий слайд. Там реальный человек лежит или это тоже композиция? Да, это арт-объект. Это арт-объект, да-да-да. Также у отеля есть спортивные возможности. Это Дольдер Спорт, такая как бы организация, объединена под брендом Дольдер. И кроме вот такого бассейна большого, есть еще мини-гольф, гольф поля на 9 лунок, ну и такой прекрасный каток, один из самых больших в Западной Европе. То есть там прям тоже раздолье и зимой, и летом. Всем есть чем заняться. То есть там если едет пара или ребенок, там в спа, катки, там недалеко зоопарк, фургский, то есть просто вот, да, место очень такое стратегическое, сказала. Да, ну и переходя уже к... Вот, все, нашла слайд. Переходя чуть подробнее к тому, как можно проникнуть, попасть, приехать, полечиться, оздоровиться в Швейцарию, отель с этого года сотрудничает с клиникой Swiss Medical Center. Во главе этой клиники известный доктор Андреас Браухлин, он специалист по внутренним органам и кардиологии. То есть он лично ведет гостей. У него очень хорошие, как бы, то есть связи с университетской клиникой, да, в Цюрихе, откуда могут прийти и другие специалисты для того, чтобы, ну, какое-то там более детальное пройти, провести обследование, если необходимо. И клиника находится в центре Цюриха. То есть клиенты, приезжающие на чекап, они приезжают не в клинику, они приезжают в отель, где можно отдыхать. Вот, но при этом трансфер отвозит и привозит их в клинику и обратно. Программа называется Health and Immune Boost. Она стоит 4610 франков на двоих человек с проживанием в Дольдере. Ну, понятно, что это проживание, это пять делакс, это лакшери-отель, там, как бы, да, цена на проживание стартует от 700 франков, там, ну, то есть надо смотреть по ценам. Вот. И полный чекап со всеми необходимыми анализами, лабораторными исследованиями. Надо закладывать два дня. Как правило, они предлагают приезжать, чтобы начать с понедельника, вторника или среды, потому что в выходные дни не работают клиники, это то, что самое касается Бюргенштока. Вот. То есть они могут сделать заезд чуть раньше, если клиенты хотят просто пожить, там, с пятницы на выходные, остаться в Цурихе, в Дольдере, а потом начать программу, но она будет с понедельника. Вот. Две ночи, ваучер на спа-процедуры, на номер, на период проживания, тренировки, чекап, и, то есть доктор лично вас везет, и в конце чекапа по вашим анализам он еще с вами остается на связи, отдает необходимый комплекс витаминов, и, как бы, всегда можно написать ему, то есть по вопросам, как бы, о дальнейшем. В клинике есть русскоговорящий персонал, то есть тоже это важно, клиенты не останутся без помощи, брошенной. Да, ну, в общем, это важно. Марина все рассказала про процедуру Лесе-Посе, этим занимается лично Андреас Брауклин, врач, ну, в общем-то, да, как и при других клиниках, это большая работа, то есть помимо того, что он ведет клиентов, работает, он еще, как бы, запрашивает, да, занимается, скажем так, бумажной работой, поэтому мы просим все-таки заранее, без нервотрепки, не так, что там, послезавтра мы хотим лететь, давайте сегодня сделаем все Лесе-Посе, вот, просто, да, учитывайте. Они ведут базу, они могут отчитываться перед внутренней структурой витамин, потому что там, если клиенты потом поехали или не приехали, поехали в другое место и сломали там ноги себе где-нибудь на ограниченном курорте, все вопросы будут к Дольдеру, поэтому все-таки они стараются, да, все, чтобы было официально, чтобы клиенты приезжали, вот. Потом, пройдя АЧК, пожалуйста, можно ехать куда-нибудь дальше, ну, имейте это в виду. Ну, все работает, все прекрасно, все проверено, Марина бронировала уже эту программу. Да, я, кстати, хотела прокомментировать по поводу того, что, знаете, многие там пытаются поторопить, типа, у нас и в доковидные времена поторопите отель с ответом, поторопите отель с ответом. Сейчас хочу пояснить, почему я прошу немножечко заранее все это делать, потому что, несмотря на то, что страны открываются и для своих туристов, и для других туристов, тем не менее, люди очень долгое время находились в таком расхлябанном состоянии, они работали не так, как мы, они были на сокращенном рабочем дне, иногда это вообще один человек на резервации, который вообще находился. Там торопить бесполезно, то есть человек будет, как робот, смотреть как бы одно за одним, это первое. Второе, по поводу врачей, их торопить бесполезно от слова «совсем». То есть он понимает, что происходит, он видит даты, когда вам нужно заехать, он все это прекрасно видит. Он сделает это тогда, когда он сможет это сделать, потому что его основная работа – это быть врачом, а не штамповать нам приглашение и там лисе-пасе. Потому что, вот, например, в случае с Дольдером, с Бюргенстоком, с Шину, они сами занимаются тем, что они делают приглашение, они отправляют все ваши документы напрямую в посольство, которое находится в Швейцарии. Есть другие вещи, да, которые и другие приглашения, которые я могу и оформляю я сама. Просто есть клиники, которые сами не отправляют ничего. Это все делаю я, только я отправляю в посольство в Швейцарии, в Москве. В любом случае, я не могу говорить врачу, когда это сделать. Сделай сейчас, мне сделай вот через час, или сделай как можно раньше. Вероятность того, что он меня пошлет, она очень велика, потому что где я там с нашими, ну, какими-то избранными клиентами, да, у нас их все равно не так много, это не массовая тема. И где, как бы, ну, его пациенты. Поэтому я вот с точки зрения отсутствия нервотрепки для вас, для ваших клиентов, для нас, вообще для всех, чтобы тоже было по принципу ноудрама, пожалуйста, просто заранее продумывайте, что и как. В случае с Дольдером все максимально было просто. Они, мега-ребята, пошли нам вообще на встречу в нашем случае, потому что клиент до последнего не мог решиться, когда ему ехать, не ехать. И, в принципе, даже до момента стопроцентной предоплаты, поскольку я умоляла на коленях, все это нам сделали. Но это не общая практика. То есть в любом случае сначала заходят деньги, потом начинается работа. Клиент у нас заезжал в субботу, у него в понедельник как раз правильно была назначена встреча с врачом, потому что ничего в выходные не работает. Он все это прекрасно успел, просто у нас он жил там не две ночи, а три ночи. Он у нас захватил немножко выходных, с ним ехала его прекрасная супруга, она его просто сопровождала. В плане детей, кстати, я тоже уточняла это, с детьми уже тут сложнее. То есть там нужно либо тогда, вот как я говорила, другая схема, приглашение на ребенка должно идти, как бы дальше уже взрослый. Если вы сравните, посмотрите прайс Дольдера за две ночи проживания в отеле 5 Делюкс, со всеми фишками, с трансферами до, от клиники, с процедурами, с какими-то плюшками на спа, какими-то еще кредитными вот этими штуками, это на самом деле ничего, я вам скажу, потому что средний прайс вообще любого, ну а-ля просто, чекапа прийти, поздороваться за руку с врачом, это не чекап будет, да, он стоит примерно там от 1600, от 1700 евро на человека, на человека. И скорее всего, второго вам не впишут сопровождающим. То есть, ну зависит от клиники, понятно, но гораздо проще взять, уже сразу увидите, то есть у вас цена выходит за двоих, целая комбо, вы еще и поживете, а так у вас 1700 только за полчаса встречи с врачом, фактически вы ничего за это особо и не получаете. Ну то есть, просто нужно понимать, что, ну, ценность предложений, ценность адекватна там, ценнее. Абсолютно, и вас никто не заставляет жить неделю, то есть в этом плане здесь все максимально удобно, две ночи – это то, что как раз нужно для того, чтобы, если вам нужно въехать и дальше получить свободное время в своем распоряжении, вот вы провели две ночи, прекрасно перезагрузились и дальше поехали, куда вам нужно по своим, не знаю, делам, отдыхам и так далее, в любой другой отель, который вы захотели. Да, но это не же вопрос. Да, можно, конечно же, поехать дальше. Можете переехать дальше в любой другой отель. То есть, понятно, что... Например, в Чугин. Например, в Чугин, в Вальсану, в Карлтон, если он уже будет... А, нет, он закрыт в летнее время. Ну, в общем, в любой другой отель, который представляет Bright Connection, я считаю, можно заехать. Ну, ладно, не только наши, но, в общем... Да, нет, в любой, на самом деле можно в любой. Понятно, что вы едете, скорее всего, не на два дня, не на две ночи в Швейцарию. Это как бы все все понимают. Другое дело, что есть программы минимум на семь ночей, и вам никак не избежать. Просто вам придется пройти все эти семь ночей, вы не сбежите оттуда, вы заплатили за это деньги. Есть программы с минимумом, там, две ночи, есть минимум, стоит три ночи. Все индивидуально, говорю, все зависит от вас, от вашего бюджета, с кем вы, кто вы, как вы едете. Ничего нереального нет, говорю. Есть просто, ну, как бы, тонкости подхода в каждом индивидуальном случае. Это не массовый туризм, это не групповой туризм, это не групповые туры. Это все сугубо индивидуальная история, которая с каждым отдельно мной, моими коллегами обсуждается, разрабатывается, чтобы вы с вероятностью 99,9 получили разрешение на въезд, еще и хорошо, как бы, провели время, не только просто получили этот документ. Вот, коллеги, у нас, в принципе, мы вообще, мы супермолодцы, мы ложились в час, мы закладывали даже больше. Мне кажется, мы очень много рассказали. Я надеюсь, что информация была полезна. Если у вас еще есть какие-то вопросы, пока мы еще здесь, буквально минутку-другую, вы можете их задать в чате, приходите, пожалуйста, еще завтра на вебинар, потому что мы говорили сегодня о городах, и мы вот выделили долг, потому что я вам честно скажу, очень мало отелей сотрудничает с медицинскими центрами, очень мало. То есть вы не поверите, от слова прям вот совсем, даже если мы возьмем в масштабах не просто Цюриха, а всей Швейцарии. Поэтому обращайте внимание, мы не зря приглашаем спикеров, которые реально есть, ну, существуют и могут нам с этим помочь. Давайте, вот мне напомнили, я, конечно, у меня уже все вылетело из головы от радости встречи с вами. Последнее видео, которое говорит о том, как можно полечиться прекрасно в Швейцарии, давайте я его все-таки покажу, я уже думала, ладно, бог с ним. Я его покажу. Я его покажу. Квиз, Квиз обязательно, вам откроется квиз. Диана, я посмотрела твои вопросы, они шикарные, они просто шикарные. Я думаю, все, кто внимательно слушал, ответят на каждый вопрос, ненужных вопросов там нет, и может получить еще прекрасный презент от Дольдера. Дольдера. Да, презент там, я считаю, по нашим временам очень ценный, если быть честной. Так, сначала посмотрим быстренько видео, оно буквально минутка. I have it all. A wonderful family. A successful career. I've made it to the top. But success has come with a price. I didn't realize it until I had a breakdown. I went to see my doctor and he said all I needed was a place to slow down and reconnect. A place that breathes peace, tranquility, eternity. He sent me to one of the global leaders in healthcare to get a bespoke treatment in an exclusive environment. My family loves it here. This is the father they remember, the dads they cherish. People say it's lonely at the top. It's beautiful at the top. My doctor prescribed Switzerland. I think it's a wonderful louson. The doctor wrote me in Switzerland. So, colleagues, I, наверное, on this прекрасном video I want to say thank you to everyone who listened. I hope that information was helpful. I hope that it was to you that it was 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 that you can even without phone to us, although, if you want, you can you can talk to us, you have no problem but, you already you already know, you already you already answer, I think, on a lot of questions, on a lot of questions, on a stade even of the phone, on a lot of clients. Remember, please, keep in mind the doctor grant, keep in mind the pack group, keep in mind that tomorrow will be time, please, you can join us. We will go on on the курort with more глубокой medical history. Thank you. Thank you. I wish a good productive неделя. Дианочка, тебе отличная встреча, рабочих еще сегодня целый день. Коллеги, всем спасибо, до новых встреч, увидимся с вами завтра, я надеюсь, еще. Всем пока. Всем пока. субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...